Дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, и это, наверное, будет заключительная серия по игрушке Астронир На самом деле, прошло достаточно много времени с тех пор, как я записывал предыдущие серии Ну, это о чём я говорил, что очень тяжело собраться ещё раз по многим разным факторам Но в целом, контент как раз-таки остался, наверное, на одну серию, как у того, что мы не исследовали Ну и плюс я хотел сделать такое заключительное слово для этой игры Ну, оно применимо ко многим играм, но я хотел бы это проговорить как такой эпилог Чтобы такой правильный, на нужной ноте закончить этот летсплей И сегодня я могу использовать многие советы, которые мне дали Потому что предыдущая серия все были записаны за один вечер И, к сожалению, отреагировать на ваши комментарии я могу только сейчас Во-первых, советовали склад поставить вот таким образом Ну, то, что он здесь будет работать, он действительно, смотрите, разложился И, то есть, отсюда плавильня может, ну, точнее, она, так понимаю, может сюда складывать ресурсы Когда я их буду переплавлять В целом, мне, на самом деле, это нужно было бы для склада больше И давайте попробуем на склад прилепить, точнее, на вот эту крафтилку Да, здесь тоже она может так делать И вот это прикольно То есть, уже, я так понимаю, сюда могу, да, ресурсы ставить И они будут уже в крафте использоваться То есть, так, всего два слота здесь, по сути дела Можно сделать два по восемь, то есть, аж шестнадцать слотов И вот эта штука уже прикольненько выглядит Вот, плюс еще мне советовали Ну, в принципе, я и сам, по-моему, плюс-минус что-то такое Вспомнил, что здесь есть Баг, титан Есть у меня, кстати, титан Титана, по-моему, у меня нету А, нет, слушайте, есть Давайте попробуем баг скрафтить Но здесь советовали сделать генератор И вот именно вот этот генератор использует Био, вот эту вот биошляпу, которую я никуда не мог делать Органическую То есть, он маленький, я так понимаю, можно Несмотря на то, что он маленький, несмотря на то, что он делается в руках Можно, я понимаю, везде прилепить Так, силовые ячейки, нет Фильтры, фильтры, это вроде как кислород они дают Кислород, видите, и так можно получить Так, генератор, вот, медь нужна Медь у меня, по-моему, была И медь было много Так, оп Генератор Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть Как он будет ощущаться Так, вот генератор Давайте его куда-нибудь Пробуем прилепить Для начала Ага И вот он уже теперь хочет органические ресурсы Мол, себе И, я так понимаю, мы просто ставим на него Да И он будет их потреблять Производить энергию Ну, то есть, вот такая штука То есть, она вечная Ну, потому что трава растет вообще везде, где только можно А я могу вот сюда спереди его приляпать? Нет Сюда спереди Нет, сюда спереди что-то он не хочет Хотя, лол, нифига себе Он даже здесь работает Ну, по крайней мере, потребляет все то, что я ему прилепил Не видно, сколько в баке там остаются недосдачи Но я уже, честно, не помню На чем я остановился там с машинкой Но я ее оформил вот в таком формате То есть, поставил солнечную панель Поставил склад на нее Кабинку и батарею Все, этого мне за глаза хватает Чтобы ездить И, на самом деле, вот Такое самое удобное удобство То, что машина может предоставить Это то, что вот сюда можно прилепить неизвестное Вот на вот эти кругляшки Плюс, кстати, я словил, по-моему Несколько раз вылеты Если на машине заезжать на валяющиеся ресурсы То это почти стопроцентный вылет Вот, и еще Про зарядку Здесь нужно, чтобы она начала заряжаться От этой базы Ну, или соединить можно, на самом деле, вот эту тележку Я на нее просто-напросто скрафтил Это самая первая тележка Она даже не тележка называется Как-то по-другому Тележка-то вот эта Их можно между собой соединять Но это вообще такая Неудобная фигня получилась То есть, вот Вы их ставите рядом Синий кружок выжимакаете И вот оно так соединяется Между собой Я так понял, можно В поезд соединить Вообще сколько угодно Большого размера Вот Плюс я нашел еще кучу неизвестных Которые растут на деревьях Ну, то есть Можно просто их Пачками привозить Вот Эта машина удобна тем, что В нее можно аж два неизвестных Положить Вот спереди и сзади Вот, смотрите Дерево И на нем Вон оно растет Но Все-таки Вот Какая-то есть шляпа Эти неизвестные Ну, нифига вообще Так Я уже забыл, как Вот эту штуку-то Пылесос-то Вообще включать Проблема в том, что Вот с этих неизвестных Которые вот обычные Зеленые Ну, или не только зеленые Они еще там красные вроде бывают С них что-то я вообще Ничего не получаю Кроме материала А у меня еще остается Немножко Прям Исследование Которые не сделаны Это подъемный кран И что-то еще Ну, вот подъемный кран Позволяет бурить На самом деле Я пробовал вроде как бур Вот просто ставить Вот сюда И вот Я чуть-чуть сбурил Вот местности Получил чуть-чуть Вот Органики Я ее отцепить отсюда не могу Что самое Отстойное Ну, видимо Какой-то бак Или недоработка То есть это не полный стэк И с ним вообще ничего нельзя сделать Просто Он застрявший здесь навсегда Ну, видимо Нужно ставить бур Добуривать землю Чтобы полный стэк Хотя бы получился У меня Органики Вот Поэтому Мне этим лето заниматься Это в любом случае Очень неудобно Вот И Честно Не знаю Как добыть Оставшиеся исследования Я так подозреваю Все-таки Вот у каждого вида Неизвестного Есть Закрепленные за ним Виды исследований Которые можно Исследовать И Больше Все Все Нельзя исследовать Одним Тем же Видом Неизвестных И Я не знаю Чем нужно Доисследовать Подъемный экран И прочее Что у меня осталось Еще один из советов Был И я его еще В гайдике Просмотрел Ну, это на самом деле Вообще Блин, сейчас я вывалюсь Да Вообще Это было логично Что делать С растениями Которые Плюхают В тебя зеленью Машина прыгает Газал Не вылететь бы тут Он Начал Забивать Ресурсы Нехорошо Хотя, может быть Какой-нибудь фикс был Я не знаю За прошедшую Почти, наверное, неделю Так Ну, что оно Я не туда поставил Что-то вроде Все туда Ресурсы Почему-то прикреплены Зачем они у меня тут Прикреплены О Действительно Не туда прикрепил Вот Те растения Которые плюхают Самое очевидное Было их просто На самом деле Выкопать Ну, то есть Чтобы они Так Уголь Нифига себе Это мой первый уголь Кстати Но мне писали Что вроде как Он на этой планете Находится глубоко Под землей А на других планетах Наоборот На поверхности То есть Ну, это не дефицитный ресурс На самом деле Но, тем не менее Вот он Уголь Так И еще одно исследование Первый раз я его получил Но Как видите Я получаю опять Какие-то ресурсы Просто Вот Смола Но не исследование И Бесполезно Сколько-либо Приносить этих Неизвестных Подобного рода Все равно Будут ресурсы А не исследование Это Вот, кстати Видите Появилось Ну, нафиг Тачку Я сейчас Вылечу еще Еще мне давали совет Покопаться Околу той Заброшенной Упавших руин Короче Смола есть Мол Там можно что-то найти Только я бы сейчас Не вспомню Где они на самом деле Находятся даже Наверное Поездить придется Ага Вот они Ну Вроде бы они Мол Здесь можно что-то еще найти Но не знаю Что я здесь найду И у меня подозрение Что остаток Исследований Они закреплены Именно за какими-то Такими вот Видами неизвестных Ну, которые Технического характера Они валяются Так Что-то светится Смотрите Мерцает Найду я что-нибудь Здесь или нет Может быть, кстати Получится не одна серия А две Если я буду слишком долго Здесь ковыряться Во всем этом Но здесь, по-моему Ничего нету Блин Энергия закончилась Надо С машинкой У меня энергия-то Будет засасываться Да, будет засасываться Нормально Но здесь, по-моему Ничего Нету Интересного Хоть в центре копайся Хоть не в центре копайся А, нет Смотри Что-то есть Или мне кажется О И правда есть Смотрите-ка Здесь есть Кабина Я могу, наверное, оторвать Да Но она мне нафиг не нужна По факту И ресурсы На этом Шоттл Надо подъехать Блин Поближе Да хорош Зачем ты это открыл Я вообще не нажимал На инвентарь Кликнул Что-ли Просто Надо Подъехать Чтобы у меня Энергия просто Зацеплялась Я мог здесь Копаться Так И все Да Ну то есть Ну вот оно То есть Здесь есть Титан Здесь есть Медь И соединение Ну Такое То есть Может быть В тот момент Когда я это Только нашел Это было бы Прям полезненько Потому что Ну Две медиа Соединения И прочее Это И титан Это неплохо Но сейчас У меня нет дефицита Ресурсов Как по мне Поэтому Ну окей Будем знать Теперь зато Я вам заодно Показал Что здесь есть ресурсы Вот в таком виде Они Их можно Откопать Оказывается Я бы сам Наверное Не догадался Никогда Туда полезть И пытаться Что-то вкопать Но это нужно Чисто такой Первобытный Именно Интерес проявить Типа А может быть Там что-то есть И Закопаться туда Но Я что-то такое подумал Что там ничего просто быть не может И не закопался Так Ладно Я здесь просто Чуть ресурсами подзатарился На случай Если мне вдруг Сейчас Не хватит Этих самых ресурсов Просто Последнее Наверное Что стоит Сделаться В этом летсплее На что стоит Прям ориентироваться Это скрафтить Шаттл И Посмотреть Как оно Полетит Вообще Блин Я по-моему Затарил кучу Соединений И все оставил Вот в этой машине Надо перекладывать Хотя по-моему Есть Есть более простой способ Все это переложить Я просто перенес Склад И это прикольно Но видите Смотрите Я могу этот ресурс взять Этот могу взять А вот эту штуку Никак не могу И просто слот забит Вообще Меня раздражает Так Крафтим шаттл Сейчас посмотрим Ну У него нет кабины Но вроде как Он и без кабины Должен Ну в общем-то Полететь Или там Не знаю Что-то такое Вот Мол Но По-моему Нифига он никуда не прилист Он еще упал Да куда ты Алло Блин шаттл Да Кабина нет Это плохо Планета ход Тележка Шаттл Планета ход И все И вот здесь Я так понимаю Это слоты Под ресурсы Вот где-то Тут валялся Я сейчас найду Ну в общем Гидрозин Где-то один валялся Я его засунул По-моему У меня вон Вон еще вижу Один валяется Даже не один Тоже можно Позасовывать Так Смола всякая Она мне сейчас не нужна Но вот что-то как-то с кабиной Какая-то Все-таки лажа По-моему Происходит Я надеялся Что у меня Там нормально Сейчас все будет И вряд ли я смогу Поставить туда Просто кабину Которая Такая Вот Вот такая вот И на ней полететь Хотя С чем черт не шучит Надо сейчас будет попробовать Ну вон она Вливается туда Топливое Там Давайте возьмем кабинку Так Попробуем сюда поставить Как я уже сказал С чем черт не шутит Да О Вижу кнопку взлететь Интересно А мне топлива-то хватит Я даже не полный бак-то зарядил Смотрите Я реально в этой кабине взлетел Черт Я в космосе Ну Правда Не знаю Насколько это Хорошо Потому что Куда меня несет Ага Смотрите Какие-то точки посадки Куда я могу высадиться Прикольно Так А тут еще что-то болталось В космосе О Другие планеты Смотрите Другие планеты Вот это прикольно А я могу туда Подтопить К ним Подтопить бы туда К ним Такая моя вообще была планета Вот Не очень вроде похожа на мою Хотя она так пикселизировалась Как На эту стала похожа Как она там была Дарвиния Во На Дарвинию похожа Почему-то Да Это моя планета Смотреть Я на другую хочу Может мне на другую Или я не могу в этой На этом шаттле С такой кабиной Высадиться Куда хочу Ха-ха-ха В пределах Других пределах Ну допустим сюда Да Я кликнул И что Получилось Получилось у меня Эта штука топит И где-то здесь сейчас Посадит меня Да Чпок Ну такой себе Че-то как-то я Не испытал никакого Оргазма от этого полета Прямо так скажем По-моему я здесь вообще бывал Не тот же самый Шаттл Который я только что копал По-моему нет Смотрите-ка Может здесь есть неизвестный Еще один Ой Я вижу Вот это похоже на неизвестный Да Сюда бы на моей машинке Но придется наверное Пешком драпать Здесь ресурсы Ну вот палка видна Вот эта вот Которая с ресурсами Возможно кстати И в том шаттле Точнее не шаттле А солнечной Спутнике Который упал У него возможно Тоже что-то есть Вообще мне надо бежать Ну кстати Видно по-моему Кислород убывает Сначала в банке В той То есть по сути дела Это дополнительный Объем кислорода Который я могу себе позволить Для того чтобы Просто вот как раз таки Бегаться Куда Куда дальше Чем я мог Без этого баллона То есть я понимаю Этих баллонов вообще Могу много себе накрафтить И вот еще там Фильтр какой-то Предлагали мне скрафтить Который тоже Что-то может делать В этом плане Кислород как-то Получать Вот я думаю Это тоже В принципе могло бы Облегчить мою Судьбу выживания В предыдущих сериях Но сейчас уже наверное Не сильно актуально Просто потому что У меня Есть машинка Я на ней в первую очередь Езжу Кстати Да Есть там подсветочка Маркер Так А это что валяется Смотрите-ка Что это тоже неизвестный И что это Смотрите Еще один неизвестный Лол Нормально так Я местечко нашел Так Тут ракета валяется Хотя вроде я здесь был Но странно Что я неизвестного Отсюда не забрал Ладно Надо бежать до базы Но у меня одна надежда Что вот именно С таких вот Видов неизвестных Я сейчас получу Какой-то Новый рецепт И там есть еще одно Соответственно Нужно туда сгонять Правда у меня кабины нету Так Будет ли крафт Или будет просто ресурс Черт А И что А Там что-то багнулось И там алюминий Находился у него внутри Короче Метелька Надо вону садиться В эту В капсулу И сидеть там Пока она не пройдет И ребят Прикол в том Что у меня закончилось Электричество Вот совсем закончилось Где-то я ставил Вот эту вот Дрисню Которая на био Шляпе-то работает Где она вот теперь Находится Потому что Она мне реально Сейчас пригодилась Я по-моему Ее ставил Где-то на Какую-то платформу А потом я эту платформу Куда-то прилепил Ну просто потому что Она мне сейчас реально Пригодится Я хочу накрафтить себе Целый вот Склад Топляка И улететь На этом топляке Ну заодно и проверим Насколько эта штука На самом деле Вырабатывает Электричество Потому что До этого не было Каких-то полевых Испытаний Ну и Больше всего Конечно сейчас Сжирает электричество Вот эта байда Которая производит Мне Гидрозин Но Рассветет У меня солнечные панели Заработают И я думаю С электричеством проблем То не будет Так Сжиралась Смотрите Практически целая плашка Ну нормально Вроде генерирует Пойдет Пойдет И еще где-то Пару гидрозинов Я здесь видел Валяющихся Надо все собрать Ну в общем-то Никакого восторга Этот генератор У меня особо не вызывает Потому что Ну да Он генерирует Электричество В целом Неплохо генерирует Но ему постоянно Нужен вот этот вот Нет не этот вот А вот Еще один гидрозин А вот это биотопливо Которое нужно Подставлять То есть это Беготня Лишняя А солнечные панели Они ее Вырабатывают И вырабатывают В огромном количестве И их никак не надо Обслуживать дополнительно Этим они мне И нравятся А то что Ну электричество У меня банально закончилось Ну можно просто Вот этих плашек Накрафтить еще очень много И натыкать Батареи вот такие вот Тоже в принципе Ресурсы Не дефицитные абсолютно Для их крафта И штук 5 таких батарей Меня На несколько ночей Хватит на самом деле Этого ресурса И он не закончится Все равно Просто потому что Ну они Реально очень много Все содержат И просто банально Сейчас не хочу этим заниматься Не вижу в этом смысла Даже одной батареи Мне в принципе хватает Уже поулетал Под всякие метелька В метельке По все поулетало Можно было бы Эти штуки Пирамидкой ставить Там штук 5 Или может быть Можно как раз таки Тоже эту штуку Поставить рядом С каким-нибудь складом Чтобы он из склада Все это зацеплял Но пока я особо Не вижу как это можно сделать Допустим вот рядом Если я поставлю Он ее будет засасывать Интересно Вот такой последний эксперимент Прежде чем Мы отъедем На наш Космический корабль Опять запустимся В космос Но уже с большим зарядом Топлива Я надеюсь что это позволит Мне может быть Перелететь на другие планеты Хотя может быть Мне нужны какие-то Крафты Но они как видите Не исследуются Все равно нифига И имеет смысл Наверное еще перед этим Ну последнее Неизвестное Тут привезти заодно Но не знаю Буду ли этим заниматься Или нет Ну нет Он не зацепляет Нифига Из рядом стоящих Даже Так что это полный фуфел Так ладно Давайте переставляем Это на нашу машину Кабину я уже скрафтил Это по-моему было За кадром Вот И можно отправляться За Приключениями Еще мне было интересно Что вот это за фигня Торчит Такая Непонятная Похожа на существо На какое-то Если честно Я думаю Под ним может быть Да Неизвестно Но это обычный Зеленый Неизвестный Я таких уже Тима тьмущую видел Ничего интересного Оно себя не представляет А жаль Вот если бы тут было Какое-то новое Неизвестное Которое у меня еще не было Оно бы возможно Как раз таки было бы тем Чего я недонаходил Того Чем не хватает А где еще одно Тут неизвестное Это было Помните Я одно выкопал А одно Должно было валяться Рядом По сути Я одно бросил же Рядом провалилось Под текстуру Или еще чем-нибудь Такое произошло Но это тогда Совсем печально Еще есть вариант Попробовать сюда забуриться Посмотреть Может быть тут Какие-то ресурсы Интересные Проверить Есть ли какая-то Случайная генерация Ресурсов Вот на этой Так я вроде Вот отсюда Закапывался туда Да Или откуда Вход-то у меня был-то Что-то все Все плотненько Оно так заделано Нет Это неизвестно Ни разу Где должен быть Проход Ага Походу Вот здесь я могу Внутри попасть Так что у нас Гидрозин Кстати Взять кабину Ну блин Ее просто взять с собой Не во что Я пришлось Скоро Ну да По-моему то же самое Или очень похожее На то же самое В целом Нужно опять ехать К шаттлу Я думаю Что вот это неизвестно Нет смысла вести А другое Которое здесь было Оно походу Реально Простерялось Так Теперь главное Гидрозином По полной Затарить Наш Шаттл Быстро кстати Всасывают эти капсулы Так Все Даже смотрите Даже не всех Не все капсулы Мне потребовались Даже вот такое малое количество И он уже все Прям по полной Затарен Ну что Взлетаем еще раз Больше Приспособств Все равно У меня никаких нету Для этой штуки Хотя здесь Можно наверное Еще что-то поставить Явно место-то есть Хотя возможно Можно В мультиплеере Использовать Как две кабины Но пока что Я не вижу Никаких возможностей Все равно Что-то перелететь На другую планету Возможно Мне нужно что-то другое Какое-то другое Шаттл Какое-то другое исследование Об этом вы можете Мне наверное Написать в комментариях И может быть Я сниму еще одну Постскрипт Умную такую серию Что с этим всем делать Да Вот в космосе Как лететь на другие планеты Потому что у меня Реально Кнопка посадки Я вижу Я вижу Куда сажаться А вот другие планеты Они мне Даже с полным баком Все равно Не светятся Ничем Также возможно Знаете Как доисследовать Недостающие исследования Потому что Все что я делаю Это Просто ресурсы Получаю Из всех неизвестных Которые я притаскиваю Это Что-то какое-то Может быть бак Может быть фича Которая мне непонятна Вот И какой постскрипт Я хотел сделать Да То есть Как такое Послесловие Ко всему этому летсплею Игрушка Конечно прикольная Да То есть У нее Интересное решение Интерфейсное Она выглядит мило И в целом Свежо Но контента Здесь буквально На один вечер И это плохо Да Он прикольный Это радостно было Побегаться Но реально Вот один вечер И все И делать здесь Больше нечего И в чем проблема Вот я по-моему В этом летсплее Вспоминал такую игру Как Planet Explorers И я заходил на ее страницу И был очень удивлен Оказывается Planet Explorers Релизнулись Ну то есть там Версия 1.0 И вроде как Все Релиз И отзывы стали смешанные Раньше они были положительные А теперь смешанные То есть очень много Отрицательных И еще до того Как я посмотрел На эту страницу До того как я узнал Что они релизнулись И отрицательные отзывы Связаны были с тем Что оптимизацию Не привезли А что самое худшее Не привезли И контента Ну вот вообще То есть за два года Что она была в бете Там или альфе Разработчики Ни черта не добавили В игру И в общем-то Просто сказали Теперь релиз Ну условно говоря И еще до того Как я это посмотрел Я хотел вам рассказать Вот эту вот историю Как в принципе Нынче работает Game Dev Даже инди-гейм-дев Я бы даже сказал В принципе он Именно он так и работает Вы делаете какую-то Игрулю Точнее вот Задумку игрули В какой-то максимально массовой И актуальной Трендовой теме Сейчас С последних годов Это трендовые Это сурвайвл игры По-моему Каждая вторая Инди-игра Посвящена Так или иначе Какому-то сурвайвлу С крафтами и прочим Вы берете Какое-то Опять же Трендовое оформление Ну Может быть Раньше Во времена Дейза Этим оформлением Были зомбяки То есть Сурвайвл зомби Сейчас это наверное Космос Потому что Многие игры Которые я вижу Выходят Они В космосе То есть Делайте какую-то Очередную Сурвайвл песочницу С каким-то Фичой какой-то Который будет Вашу Сурвайвл песочницу Как-то выделять Но делайте Контента Буквально на 30 минут игры То есть Это сделаться Можно Очень маленькой Студией Там в несколько Человек Буквально И все Ловится Хайп То есть Ловится Какую-то Медийную Освещенность Ловится Вот Летсплей Продажи Бобос В общем-то Волну Популярности Да Летсплейщики Показывают Какая классная Игрушка Клоуны Шутят Поэтому Ложи Смотрящие Этих Клоунов Считают Какая-то Игрушка На самом деле Супер Классная Невероятно Бегут Ее покупать Те у которых Есть деньги Те у которых Нет денег Они ее Скачивают С торрентов Но все равно Рассказывают Какая-то Игрушка Классная В общем-то Вы ловите Вагон Положительных Отзывов Несмотря на то Что у вас Ну то есть Больше Пиково Я имею ввиду Больше Чем Уже получено Вы очень медленно Неохотно Но пилить контент И вроде как По астронирам Я почитал Блог разработчиков В котором Они сильно Много не обещают За ближайшие годы Ну добавить Там флору Фауну Чуть-чуть Контентика И в общем-то На самом деле Практически Все что они обещают То есть Вы очень медленно И по чуть-чуть Добавляете Контентик На протяжении Пару лет Также вы В принципе На этом протяжении Получаются Какие-то Остаточные продажи Продажи На скидках И распродажах Те Кому эта игрушка Приглянулась Но не было денег И со скидками Там сначала 20% Вы получаете Прибыль Потом все Большими скидками Но вы тоже Продолжаете получать Прибыль Но В чем фишка Ребят Наше общество Я это рассказывал В своем подкасте Посмотрите О жизни О смысле жизни О БХ И прочем Он идет Час сорок Он есть у меня На канале Он закреплен В моей группе Его найти Не найти Очень тяжело Я там Много вещей Рассказал Но не помню Говорил там Или нет Но тем не менее Он даст вам Правильный настрой О том Что наше общество Нынче общество Потребления Оно воспитывается Чем тупее потребитель Тем легче ему Впаривать всякое говно Это связано Совсем С аниме С фильмами С книгами Играми И в общем-то Основная серая масса Потребителей Она на самом деле Абсолютно лишена Какого-то интеллекта И просто Потребляет Все подряд И что самое Интересное Оно Вот потребило И забыло Вот как построено Наше общество Да То есть Главное впарить Какое-то говно Чтобы его потребили А дальше насрать Именно потому Что собственно Потреби Основная масса Потребителей Выглядит именно так В общем-то Интерес к вашей игре Пропадет очень быстро Через полгода Они уже вообще Практически никто Не вспомнит Ну потому что Потребитель Не может отличить Шедевр от говна Он потребил Что шедевр Что говно И забыл Да И так как Самый массовый Пиковый хайп Вы уже становили Популярности своей Дальше Интерес к вашей игре Будет только падать Поэтому Особо напрягать Жопой И делать контента Еще очень много Не стоит И вообще не надо Поэтому Чуть-чуть пилить Контентик На протяжении Пару лет Собственно Через пару лет На вашу игру Уже в принципе Практически все забили И то что вы скажете А теперь релиз Ну да там Узкий круг Аудитория Побугуртит И скажет Что вы ни хрена Не сделали Но вам уже наплевать Почему? Потому что вы собственно Деньги распилили Профит получили С какой-то Мини Микро демки На один вечер Да Дальше ее сделали Ну чуть-чуть там Раза в два побольше И все Релизнались Это даже не уровень Полноценной игры Это такой вот Мини игрушка На два вечера У вас получилось Но вы с нее получили Прибыли Как полноценной Сложной Много контентной На много Десятких часов игры Так собственно Работает к сожалению Геймдев Ныне И Этими Альфами При альфами Уже при альфа Даже Я вообще Вот Да раньше были беты Когда-то Сколько-то лет назад Потом стали альфа Да то есть Контента еще меньше Сейчас при альфа То есть Ну что это за при альфа Да что это такое Да игрушка Странит прикольно Но контента В ней ждать Супер сложного Интересного Захватывающего Десятки часов Я уверяю вас Скорее всего Не стоит И это печально Печально потому что Ну все это мы видели Мы видели эти вот Крафты Да здесь есть действительно Интересное оформление Действительно интересное решение Интерфейсное Но Этого как-то маловато Лично я жду Нечто типа Фактории в 3D Я жду такого вот Вылизанного Доведенного до ума Индустриального Майнкрафта в 3D Да Где много Каких-то ресурсов Много Схем переработки Этих ресурсов Одно в другое Там как с Гректечем Много всяких Каких-то машин Каких-то конвейеров Которые между этими машинами Эти ресурсы передают Ты строишь вот эти вот цепочки Как в Фактории Да вот Но это в 3D Грамотно Сбалансировано Продумано Последовательно Вот я такого жду Но Как вы понимаете Это вот К чему моя речь была Это Много сложного контента Который нужно продумывать Разрабатывать и делать А это нахрен Просто никому не надо Делать и разрабатывать Почему А вот почему Достаточно просто Сделать то же самое Что уже сделали На десятки раз Чуть-чуть другой оберточкой И это все равно Купят В это поиграют Деньги вы с этого получите Прибыли Профит И все Зачем напрягать жопу И делать что-то еще Именно поэтому Собственно GameDev Наверное последние 5 лет Он в принципе В застой Наверное даже больше Чем 5 лет 6 Да То есть Как бы уже нету Ограничений технических Которые там В 2005 годах Могли мешать Реализовать Какие-то интересные Фичи и идеи Их нету Компьютеры Сейчас позволяют Очень высокие мощности Использовать Но игры Абсолютно никак не развиваются Они топчутся на месте Потому что Каждый новый разработчик Продавая свою Очередную survival игрушку Он делает просто То же самое Что уже сделано Идет по проторенной дорожке У него нет Ни цели Ни задачи Сделать Шаг вперед В том жанре В котором Он что-то пытается сделать То есть Астронир Они не делают Никого шага вперед Вот вообще В принципе Они просто чуть-чуть По-другому оформлены И все Казуальная игрушка На вечер Ну будет она В релизе На два вечера На три вечера Это все равно Не то чем Мне действительно Хочется Ради чего Хочется ждать Какие-то игры Да Поэтому это очень грустно И здесь рассчитывать На самом деле Вообще В принципе Неизвестно На что Именно поэтому И играть Особо Не во что Да Последние Года Даже Ну кроме Вот в такие Игрушки Которые на пару Вечеров Ты в них Поиграл И Можно даже Не ждать Что в них Будет Потому что Planet Explorers Я вам привел В пример Через два года Они ничего Не добавили Просто ничего Не добавили И релиз И все По сути дела Если ты играл В них Два года Назад И играть Сейчас Не во что Там Не появилось Нового контента И я уверен Что в Устранировке Ситуация будет Очень похожа И во многих Других игрушках Тоже ситуация Очень похожа Да Они либо Ничтожно Медленно развиваются Потому что Смысла нет В них Вкладываться Ты уже Получаешь Прибыль С продаж И пиковую Прибыль Ты уже получил В общем-то Ситуация вот такая Она печальная Она грустная И вот именно Таким вот Эпиложным Словами Я хотел бы Но если не завершить Этот летсплей Но по крайней мере Подвести его К какому-то Итогу Да К сожалению В геймдеме Я жду только одну игру Это Стар Ситизен Это единственная игра Которая может сделать Не просто шаг вперед А просто вот Революцию В играх совершить Но это единственная игра И у нее Исключительно бюджет На больше особо Рассчитывать не на что Ну может быть В факторе Еще можно будет Опять поиграть С модами Когда-то обещала Особо играть Это особо Опять же и не в чем И может быть Имеет смысл Опять засесть в факторию Но нужно с кем-то В соло факторию Я точно не хочу Но это вопрос Не сейчас Наверное Заканчивать я буду Эту серию тем Что Ну во-первых Ребят Если у вас есть Какие советы Как можно на другие Планеты слетать Пишите Если там все Очень на самом деле Не сложно Да То может быть Я запишу такую Как постскриптумную Серию Еще по странирам Это будет уже в 2017 году Я слетаю все-таки Куда-нибудь И разберусь Также я хочу сказать Что следующая игра Которую я буду Летсплеить Это Империон Опять же ситуации Там очень схожи Контента там Не шибко много Но на вечерок Этой игры мне хватило Я его уже В принципе снял Да И контента там Чуточку больше Чем здесь Вот Возможно Поснимаю Space Engineers Ну Просто ребята играют С которыми мы Бесконечный холод делаем И как бы Не сам я там Что-то побегаю Построю А просто Может быть Обзор базы Их покажу Что они там построили Не знаю Согласятся они или нет Но мне кажется Они мне не откажут Да и им наверное Будет в какой-то степени Приятно Что люди посмотрят На то что они делают Ну если им не стыдно Конечно показывать будет То что они там наделали И может быть Если они там будут Еще какие-то приколюхи строить То я может быть Тоже с ними побегаю Может быть что-то построю Но там надолго Вот что самое плохое А надолго Сейчас во что-то засаживаться Я не хочу Я это говорил Вот И наверное Последние слова Которые я скажу Ну помимо вот этих вот Есть еще одна игрушка Которая я поиграю Не знаю Смогу записать или нет Очень рассчитываю Что смогу И вы можете советовать Еще игру На поиграть мне Я возможно даже Создам темку специальную Игры на поиграть 2017 На ссылку постараюсь Если не забуду Оставлю В описании К этому видео Если забуду Ищите ее в моей группе Там вы можете Вот именно там Лучше ребят Советовать какие-то игры Для ознакомления Чтобы я У них мог посидеть Если они меня заинтересуют И они в принципе Не будут требовать Какого-то супер Мега невероятного Там количество времени Ну там в пределах Может быть 10-20 часов контента Да Максимум наверное Что я могу себе позволить Я в них посижу Поиграю Почему это легче Лучше делать В теме ВКонтакте Потому что вот Под видосами Это рекомендуется Но это к сожалению Затеривается Это нужно выписывать Куда-то мне И это очень неудобно Прям вот Юзабилити Крайне низкая Да А так В группе ВКонтакте Эти игры Которые вы Туда запишите Как совета Они там не потеряются И их будет Даже там через месяц Допустим Случится так Что ну Что-то хочется поиграть Опять же Что-то поснимать Что-то вам порассказывать А вот Что-то как-то и не во что Да Я смогу открыть эту тему И там будет списочек Этот Написанный Да А в комментариях Ищи свищи Где под каким видео Кто что-то писал Да И все подряд Выписывать тоже не вариант Вот Поэтому ребят Пишите Вот в той темке Я ее прям создам Вот прямо сейчас После записи Чтоб точно не забыть Ну а Добавлю я на нее Ссылку в описании Или нет Это уже другой вопрос Но в группе Вы ее точно найдете Вот Собственно я рассказал Все что я хотел рассказать Да На этом Астронирс Либо закончены Либо Скажем так Почти закончены Если они закончены То увидимся мы В Астронирсах Наверное Очень не скоро Через год Наверное Минимум Когда появится Здесь какой-либо Новый интересный контент Чтобы его было Действительно Интересно Относительно Текущего состояния Пощупать Да Как я уже сказал Разработка Вряд ли будет Ити быстро Вот Поэтому ребят Пишите комментарии Ставьте лайки В теме В группе ВКонтакте Предлагайте Игры на поиграть Хорошие Ламповые Интересные Увлекательные Небольшие Разные Да И наверное Там еще какие-то Описания Что имеет смысл Больше имеет смысл Рекомендовать Что имеет меньше Смысл рекомендовать Также я там укажу Чтобы вы имели Представление Что лучше советовать Ну а на этом У меня пока что все Не забывайте подписываться Николай Если вы здесь впервые Увидимся